Планета Дзюдо Планета Дзюдо Планета Дзюдо Планета Дзюдо мы ее подхватываем, используем, перенаправляем, и далее уже человек отправляет в совпадение. То есть, грубо говоря, управление за счет взаимодействия. Меньше чем дзюдо силовая составляющая. Я занимался дзюдо практически 5 лет, поэтому мне достаточно знакомо. Я никогда не стремился достигать каких-то высоких уровней, занимался для себя в основном. Занимался каратэ, был тренером по каратэ, потом занимался дзюдо 5-6 лет, это около того. И, соответственно, я понимаю, что такое дзюдо, и могу сравнивать. Айкидо более сложная, конечно, чем дзюдо вещь. Оно намного более ориентировано на такие вещи, как чувство партнера, чувство взаимодействия, чувство движения, чувство совместного движения. То есть, это, конечно, более сложно, чем большинство других видов. В этом есть сложность, но в этом есть и большой плюс. Для меня просто очень интересно заниматься, потому что другие виды, с которыми я занимался, опять же, это для меня так, оказались почему-то менее интересными. На Ваш взгляд, по каким причинам люди выбирают Айкидо? Причины могут быть самые разные. Мне более всего нравится причина, искренний интерес к системе, интерес к ее принципам, интерес к тому, как это происходит. То есть, к понятию Ай, к тому, что заложено изначально группы Марихея Мишиба, основателям Айкидо, то есть, создателям Айкидо, конечно, в Айкидо остаются те люди, в основном, которые предрасположены к подобным вещам, к мягкости, к взаимодействию. То есть, одним из ключевых аспектов Айкидо является отсутствие агрессии. Причем, это не просто философская какая-то концепция, как во многих других видов. Ну, когда, например, в карате говорят, что мы не агрессивно, мы только защищаемся. Ну, как бы, да. Но сам принцип нападения с ударом говорит о том, что внутри есть агрессия. Она может в ответ на другую агрессию, но у нас она есть. В Айкидо агрессия невозможна с определенного уровня усвоения. То есть, она как бы исчезает. Потому что, как только ты начинаешь хотеть сделать прием, он начинает хуже получаться. И это абсолютная правда. Ну, я просто чувствую это внутри себя. То есть, я не придумываю для себя это. Это вещи, которые можно ощутить и увидеть снаружи, как результат каких-то действий. То есть, когда я работаю с учениками, с вами, если я старую задачу ученику, давай сейчас быстро, заломаю. Человек начинает напрягаться, ломать, и это превращается в конфликт, как бы, позиция партнера, моя сила, ну, сила того, кто выполняет прием. И происходит столкновение, и все это становится более грубым. Когда задача ставится, используя объединение, взаимодействуя с партнером, техника становится более мягкой. И постепенно психика перестраивается на другие, как бы, рельсы. То есть, когда ты делаешь прием, ты ставишь себе задачу сделать прием, но при этом это вот удивительно, да, но ты как бы не хочешь делать прием. Но ты делаешь прием. Это очень сложно, это сложно описать, но вот внутри именно такая психология должна быть. Тогда подсознание выбирает те способы действия, взаимодействия, те двигательные программы, которые соответствуют неагрессивному типу совместного движения. И получается именно совместное движение, а не хватает составляя куда-то засовывать партнера. Айкидо как здоровьесберегающая технология. На Ваш взгляд, возможно ли использовать упражнения айкидо именно с этой функциональной направленностью? Это однозначно совершенно так. У меня есть определенный опыт на эту тему, причем опыт достаточно очень активный, порядка 12-15 лет я уже этим занимаюсь. Значит, во-первых, айкидо позволяет заниматься людям совершенно разным уровнем физики и совершенно разными задачами. Кто-то хочет превратить это в боевое искусство за короткий срок. Ну, реально это сложно, потому что очень сложная система в обучении очень сложная. Но, тем не менее, люди занимаются именно как вот, как боевой системой. Кто-то занимается этим как просто системой движения. Красиво можно подвигаться, можно получить какой-то физический эффект. В айкидо, как правило, нет такой жесткой физики. То есть работа идет через большой объем движения. Учитывая, что одним из очень важных факторов айкидо является очень высокий уровень расслабления, ненапряжения, скажем так, при высокоактивном движении. Человек через некоторое время, через 5-8 лет, начинает своим телом работать не совсем так, как обычные люди. То есть, у нас один из наших тренеров проводил эксперимент, когда группу черных поясов с помощью, ну, врачи приходили, делали измерения. Ну, это стандартные тесты спортивные. Оказалось, что при максимальной нагрузке ни один из 20 человек не дошел до максимального ЧСС, например. Потому что они расслаблены, они двигаются быстро, они все красные и путные. Но перегрузки не происходят за счет высокой расслабленности. Умение двигаться максимально эффективно с точки зрения вкладывания собственной энергии. Вот так вот скажем. По поводу оздоровительных эффектов, я по себе знаю, то есть, лично мой опыт был примерно таков. Когда я учился в институте, я, на самом деле, в Советском Союзе посылали картошку, спиной вверх, на ветру. Застудил очень сильно, спину застудил очень сильно. И лет семь или восемь болела очень спина. То есть, ну, как бы, проблема была большая. Он не мог наклониться назад, просто вышибал ноги, падал до боли. Начал заниматься акидом, 27 лет я. Значит, и года через два забыл что-то такое. Вращательные движения позвоночника, видимо, натренировалось как-то все это, встало на место и перестало быть проблемой. Это вот такой просто прямой внешний эффект. По поводу использования методики акидодвижения, я вот предыдущего, там, несколько минут назад сказал, что у меня есть определенный опыт. Я занимаюсь с детишками, которые страдают ДЦП. И есть очень положительный эффект. На данный момент у меня есть договор с одним из регионов Петербурга. Я хочу еще рано говорить, как бы, подробно, да, о том, что будет проводиться работа по изучению влияния акидо на детей с ДЦП. Значит, почему это срабатывает? Почему, как бы, методики акидо, они, как бы, действуют в таких случаях? Причина, в общем-то, простая. Метод обучения. Значит, мы учимся двигаться собрано. Что такое собрано? Я думаю, что большинство зрителей, наверное, знают, что такое люфт. Технический термин, когда в системе есть болтание, да, то есть, ну, рычаг с рычагом, как бы, друг к другу не прижато. И при резком движении происходит удар. Но если сначала создать связь, то энергия перетекает более равно, без рывков. Грубо говоря, вот такая рука – это плохо. Вот такая рука лучше, а вот такая рука еще лучше. Я потянулся, да. То есть, у меня внутри создалась дорожка, как бы, передачи энергии. Если я толкну такого телом, то вся энергия моего тела перейдет в точку контакта с партнером, да. А если рука будет неправильной, ненаполненной, то происходит провал. Я толкнул, а рука не смогла передать. То же самое происходит с детишками, которые страдают ДЦП. Если постоянно напоминать о том, что надо потянуться, собраться. То есть, ну, это очень сложно. Это невозможно за две минуты передать вот так, да. Но, как бы, зачастую во многих случаях у детей с ДЦП буквально за десять минут удается поменять схему движения. Есть такие вот вещи. Для некоторых, не для всех, конечно. Там очень разные степени поражения, очень разные степени проблем. Но в некоторых случаях буквально хватает там нескольких слов. И ребенок начинает идти, ну, почти нормально. Я могу продемонстрировать, но, к сожалению, детей нет здесь, на которых можно указать. В определенных и небольшом количестве случаев. Значит, и в любом случае, любой человек, который занимается Акидо, он, в общем-то, получает оздоровление. Другое дело, что тут надо понимать уровни, как бы, работы. То есть, на уровне для себя однозначно, на уровне высоких достижений, но это всегда немножко по-другому. Вы имеете высоких спортивных достижений или непосредственно высоких, так сказать, науков боевого искусства? Нет. Вы знаете, 15 лет назад приезжал в очередной раз, проводил семинар в Стефане Бенедетти. Был большой семинар, было 100 человек и 100 метров татами. То есть, на один метр один человек. Двое наших юношей оторвали себе кусок в 10 метров и начали друг другу просто-напросто вбивать, что называется, с хлюпанием. Стефан Бенедетти остановил семинар и сказал, смотрите, вот эти два человека друг друга убивают от татами. Они получат травмы, но получив травмы, как они потом на улице, не дай бог, как они будут защищаться? То есть, нужно заниматься спокойно, постараться не травмировать друг друга, не подвергаться ненужной опасности. Эта работа инструктора – это то, что должен создавать инструктор в зале. То есть, спокойную, активную атмосферу. И каждый человек на своем уровне может получить эффект, соответствующий своим запросам. Мы часто ездим в Японию. То есть, я 12 раз за последние 15 лет ездил в Японию. В Доджи Боро Сэссея, Сэссея Харикоши, занимаются люди от 5 лет до практически 90. Одному из старейших учеников, по-моему, 88 лет. И приходят заниматься люди, которые уже в возрасте. Один из его учеников, которого мы хорошо знаем, Нагамин Исан. Я подошел к нему и спросил, Нагамин Исан. А он явно такой очень пожилой человек. Нагамин Исан, у вас третий дан. Сколько вы занимаетесь экидом? Два года, Дима. Это очень интересно. В 60 лет я вышел на пенсию и пришел к сосреду заниматься экидомом. Я занимаюсь 20 лет уже. И при этом этот человек может перебегать на татами. Молодежь. Легко. Они активны. Они вроде дедушки-старички, но они активны. Очень активны. Физически активны. И последний вопрос, Дмитрий Александрович, в сегодняшнем нашем интервью. Оно, конечно, очень интересно с вами беседовать. Ну, по крайней мере, для сегодня нашей встречи. Какие изменения, на ваш взгляд, происходят с человеком, который практикует экидо, в частности, или вообще, так называемое, боевое искусство, единоборство? Какие происходят или какие, возможно, могут произойти с человеком? Ну, во-первых, меняется стилистика движения. Опять же, приведу пример. Некоторое время назад у меня занимался индивидуально человек, который никогда раньше спортом не занимался никаким. То есть не был искусством, ничем. Соответственно, спортивная подготовка очень небольшая. А человек большой грузный, 120 кг, при этом достаточно маленький размер ноги. Индивидуальное значение, вообще, это очень дорогая вещь. Прошло полгода, он пришел и говорит, Дим, ты знаешь, я плачу тебе немалые деньги, но они уже укупились. Я говорю, послушай, ну ты еще ничего не учился? Он говорит, ты знаешь, я перестал подворачивать ноги. Человек идет, то есть мы делаем шаги, да, и мы тянемся, обязательно тянемся. То есть, когда ты тянешься, у тебя нога не болтается, он не хлябает. Человек наступает на ногу, она у него болтается. Он наступает, там ямка, да, раз и подвернулась. А когда нога тянется, она упругая, устает, начинает подворачиваться. Он может ее спружинить. Он говорит, я перестал подворачивать ноги. Я говорю, два месяца не подворачивал ноги. А так два раза в месяц однозначно подвернул, подвернул, подвернул. 120 кило, большой человек, достаточно, ну, мало спортивный. Он перестал подворачивать ноги. А через два года он упал с КамАЗа, из кабины КамАЗа, на ледяную дорогу и сделал ковырок. И остался шифр на дорогу. Привовись. Это серьезно достаточно. Полтора метра, высота, ну, серьезно. И, как бы, еще более существенным, это изменение психики в сторону мягкости. Опять же, один из моих учеников, бывший чемпион города Павлакопашки, Кикушенкай, ну, такой, сильный, агрессивный. Ну, не то чтобы агрессивный, а то, чем он занимался, агрессивный. Меня на дороге подрезали. Я выхожу сразу в груди вперед, начинаю прессовать. Прошло года три после начала звонитий. Он звонил, знаешь, наехал какой-то человек на дороге. Я вышел, посмотрел на него. Зачем человеку портить жизнь? Всего наехал. У человека поменялся подход. Агрессивность снизилась. Вот это реально работало. Снижается агрессивность. Потому что в Айкидоне нет нападения, мы не нападаем. То есть он такая странная система, где нет нападения. И, соответственно, ты в сильной ситуации, когда на тебя нападают, а ты просто захватываешь и объединяешься. А чтобы объединяться, нужно воспринимать движение. Нужно встраиваться в него. Не останавливать блоком навстречу, не нападать, а соединять. То есть здесь меняется взгляд на то, как ты должен действовать. Ну и, соответственно, меняется психика струмякости. И это работает точно. Дмитрий Александрович, спасибо большое. И надеюсь, что мы еще с вами встретимся и поговорим еще об Айкидо. И узнаем чуть больше. Да, приезжайте к нам в Питер. Обязательно. Спасибо. Вы смотрели Планета дзюдо. Дмитрий Александрович Черняев. Санкт-Петербург. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok